За встречей в правительстве главы региона и госсекретаря союзного государства участники пресс-тура наблюдали по видеосвязи. Артур Парфинчиков и Григорий Рапота обсудили взаимовыгодные сферы для обеих республик – Карелии и Беларуси. Госсекретарь назвал одним из перспективных направлений туризм и отметил, для того, чтобы белорусы приезжали на отдых в Карелию, нужно улучшать инфраструктуру. В первую очередь создать прямые рейсы из Минска в Петрозаводск. Глава нашей республики поддержал идею. Нам, конечно, нужен прямой рейс, для того, чтобы нам вот здесь как бы подстегнуть наше сотрудничество. Это сегодня вопрос экономики. Такие рейсы нужны и белорусским специалистам, которые планируют работать на заводе «Амкадор-Онега». Этот проект власти называют главным успешным примером российско-белорусского сотрудничества в регионе. В 2019 году на предприятии собрали 18 машин. Ожидается, что в среднем здесь будут выпускать не менее 500 единиц техники в год. Затем Артур Парфинчиков и Григорий Рапота провели пресс-конференцию для журналистов. Представители СМИ заинтересовало, как на торгово-экономических отношениях с Белоруссией сказалась эпидемия. Ответ участников конференции удивил. Мы иногда сталкиваемся с такими вещами, которые сложно как-то так объяснить, но товарооборот за пять месяцев вырос на 45%. Также журналисты спрашивали, почему пресс-тур Союзное государство организовало именно в Карелию. Артур Парфинчиков отметил, что, во-первых, здесь проживает много белорусов. Сейчас в регионе это третья по величине этническая группа. Во-вторых, республики сотрудничают во многих направлениях, в том числе наука и культура. Тут ведь большая диаспора белорусская, так сказать, те люди, которые помнят свою историческую родину и, в общем, как-то тяготеет к тому, чтобы вот эти контакты были более плотными. Поэтому это тоже интересный фактор. Я о нем узнал только, когда готовился в поездку сюда. Я считаю это очень здорово. Всего в пресс-тур по региону отправилось около 30 человек. Это представители российских, белорусских и союзных СМИ. Журналистам показали музей-заповедник Кижи и его главную жемчужину, отреставрированную Преображенскую церковь, а также остров Валаам. Впереди у них поездка в горный парк Русский Алла и знакомство с представителями национальной и культурной автономии белорусов в регионе. Ну, нам на самом деле всем было безумно интересно съездить в Карелию, потому что сейчас действительно такой бум внутреннего туризма. Сейчас все поехали, потому что, в общем-то, поняли, что Россия большая, ездить надо. Нам было интересно и чисто лично. В Карелии представители белорусских и российских СМИ пробудут до конца недели. Некоторые публикуют заметки в пути, а кто-то готовит большие проекты, которые расскажут о туристической привлекательности нашего региона. Среди них съемочная группа канала «Белрос», которая уже посвятила нашей республике передачу в рамках проекта «Карта Родины». Благодаря компании «Мастер Решений», которая является нашим партнером, вы увидите ее в эфире на Сампо ТВ-360. Эдуард Тур, Александр Борисов, Служба новостей.